Итак, всем привет, ребятки! С вами Дриллер, Русская Рыбалка 4, и я нахожусь сегодня на озере Старый Острог, где мы половим кое-какую рыбку. Завтра у нас форумный турнир, где нам нужно будет ловить карпа на максимальный вес. И я хочу проверить 2167 на наличие карпа. Больше чем уверен, что карп, возможно, здесь есть... Ой, карп, амур, амур белый нам нужен, прошу прощения, ребят. Больше чем уверен, что амур белый здесь есть, я хочу его половить на бойлы. Много очень постов по данной рыбе, но я хочу проверить данную информацию. Ну и плюс, опять же, поделиться ею с вами, хотя я думаю, вы ее и так все прекрасно знаете. Но, по крайней мере, кому интересно, можно будет посмотреть данный ролик. Так вот, я нахожусь на 2167, если вдруг кто не знает, это С2, клипсы здесь 16 метров. И по бойлам здесь клубника, по-моему, клубника по ПАП-20 и малина, 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 малина по ПАП-16, свежая малина. Дип, по-моему, клубника, по-моему, ключевое слово, да, клубника. И ПВ-шку мы, собственно, приготовим вместе с вами. Только для начала нужно сделать сухую смесь. Итак, 7 и конопли, клубника 10, пусть будет клубника 8, а здесь малина. Подожди, что я сделал-то? Малиновый джем нам нужен. Малиновый джем 12 и малиновый джем 16, да, получается. Ну и ароматизатор, клубника, что-то там, тра-та-там и специи. Окей, и назовем это Амур Белый Бедный. Амур Белый Острог. Но, опять же, друзья, есть еще один такой момент. Я хочу не просто половить здесь, в данный момент, сейчас, получается, Амура, там, Карпа. Ну, если они, опять же, будут клевать. Опять же, много постов по поводу щуки. И один весьма, весьма интересный пост есть от Карлоса. Игровой никнейм рыбака в Росской Рыбалке 4. Который поделился весьма любопытной информацией по поводу ловли щуки на данных координатах. А точнее, на приманку. Весьма интересная приманка. Мне хочется ее попробовать. Прям никогда не пробовал. Я, естественно, ее уже купил. И сейчас будем пробовать тестить. Клюет, не клюет, как бы. Так, ну, на Карпа, естественно... Ой, на Карпа. Чего же мне Карп снится, что ли? На Амура, естественно, мы забросим сборочку. Собственно, вы видите мою у себя на своих экранах. Это хинж-стифоснастка. Это 27,2 плетеный шнур. 70-граммовый груз. В принципе, все по по-побойл. Плюс по по-побойл. Это монтаж 1 дробь 0. Это крючок, собственно. И здесь, в принципе, будет все то же самое. То есть клубника 20. И малина 16. Если Амурский, если Амурский сегодня клевать у меня здесь откажется, то придется, наверное, его либо искать уже на стриме, который, кстати, покровка есть, который будет чуточку позже. Либо, не знаю, может быть, пробовать доставать матчи и пробовать там картошка, капуста, там, не знаю, водоросли какие-нибудь. И пробовать где-то искать этого на 55-33, может быть. Ой, 55-33. 53-13. Вот так, по-моему, эти координаты называются. 21-67 опять же здесь, да? 70-50. Ну, в общем, на разнообразных координатах даже не знаю. Вот, ну, а сейчас мы с вами все же попробуем половичуку, потому как действительно мне весьма интересно попробовать половичуку на такой вот воблерок. Поставим вот такую вот катушечку, искусственная приманка. Флюр 27, 48 метров. Но это, как говорится, ни о чем, поэтому нужно что-то менять в этой рыбалке. Поставим тогда 36-ю леску, 132 метра. Это уже, как бы, знаете ли, неплохо. Ну, по поводу флюра, блин, честно говоря, не знаю. Ставить флюр или ставить сталь, честно говоря, не скажу. Давайте попробуем 27,7 флюрокарбоновый поводок. Ну, отгрызет, пойдем еще раз в магазин. Вот на такой вот буду я ловить. Воблерок это Timmid Minnow 10.001. Так, только я, насколько я вижу, у меня тут уже опять поклевочка. А здесь, кстати, беззвучные сигнализаторы, так как, несмотря на то, что это все же запись, я поставлю звуковые, чтобы я слышал, есть ли поклевки или нет. Потому как могу куда-нибудь отвлечься, либо еще что-нибудь, либо еще что-нибудь. Окей. Половлю буквально часок и, как говорится, посмотрим, что из этого всего выйдет. Как будет проходить моя рыбалка, будет ли тут клевать щука, будет ли здесь клевать амур, ну и так далее, собственно, и тому подобное. Сейчас попробуем половить на вот этот воблерок. Никогда его даже в магазине, откровенно говоря, не видел. Ну, просто почему? Потому что не обращал, как бы, внимания на него, да? А вот данный игрок обратил внимание, купил и неплохо, я вам скажу, так отловился по щуке. Но тут есть один небольшой нюанс. Нюансы заключаются в чем? В том, что сейчас время 22.10, это ночь, и щука, как бы, ночью не клюет. Поэтому имеет, как бы, смысл собрать, наверное, еще один карповик. И, как минимум, о, первая поклевочка, щука-килограмм. И первую ночь отстоять все же с карповиками. А уже ближе к утру, наверное, часам к 5-6, уже заряжать, собственно, обратно спиннинг, воблеры и пробовать ловить щуку. Но, кроме этих воблеров, я все же хочу попробовать половить на какие-нибудь фанки Миноу, еще там, F11, ну, более стандартные такие, будет ли клевать или не будет. Просто, как говорится, проверить, чтобы что-то понимать. Кстати, смотри, какой окушарик. Кстати, по окуню тут тоже есть информация. Тоже хотелось бы попробовать проверить. В группе, где клюет, естественно, группе спасибо. И тем ребятам, кто делится, естественно, тоже спасибо. А вот, можно будет, кстати, попробовать окуня половить. Смотри, а, ну, это щучка мелкая. Такой брать я не буду, конечно же. Блин, надо только чуть подальше забрасывать, все же, мне кажется. Ну вот, попробуем еще на воблеросы половить. Может быть, на поперы. Фиг знает. Ну и, наверное, вечернюю рыбалку свою. По поводу щуки я сейчас говорю. Закончим, наверное, джерковым удилищем. Джерковым бланком. Джерковой приманкой. Джеркбейтом. Какой-то там 140. Крафтовый вроде как работает. Поэтому попробуем половить еще и на него. Но изначально вот я покидаю сейчас еще буквально до полуночи. Покидаю вот этот воблерок. Дальше будем уже, не знаю, то ли карпов пытаться ловить каких-нибудь. То ли еще чего. Ну, как бы да, мне вообще интересно, есть ли здесь амур. Потому как я очень много постов видел, много роликов выходило по амуру, по карпу на данных координатах. Я что-то все сюда не заходил, не доходил. Сегодня, вот как я уже говорил, будет формный турнир, формное состязание. На старом остроге максимальный вес амура белого. И просто мне вот любопытно, будет ли клевать здесь вообще на, собственно, бойлы. Что будет клевать здесь на бойлы? Да, да, нет, нет. К сожалению, нет слишком много свободного времени, чтобы еще побегать там с матчами, допустим. Попробовать половить карп амура. Ну, в данном случае мне амур, конечно же, нужен. Ну, нет такой возможности, поэтому. Ну, уж по крайней мере, 2167 я для себя проверю. Работает таки. И может быть, опять же, кстати, стрим будет запускаться за час до старта турнира. Так что мы сможем, наверное, проверить еще какие-нибудь координаты по амуру. Может, 70-50, либо еще где-нибудь. Но уже на матче, наверное. Наверное, мы так с вами и поступим. Ну, а пока я буду, что? Наверное, собирать еще один карповик. По той же, собственно, схеме, что и вот это у меня собрано. Не вижу смысла это дело показывать. Чтобы не затягивать этот ролик надолго. Так что буду пробовать. Пробовать рыбачить. Это, наверное, будет крайняя проводочка у меня. И будем пробовать. До утра, по крайней мере, буду пробовать ловить карпамуров всяких. А часов с пяти, как я уже говорил, попробуем еще щучку половить на вот эту приманку. Ну и, опять же, повторяюсь, конечно, да, я знаю. Попробуем другие приманки, такие как Фанки Миноу. Может, кстати, какую-нибудь колебалочку попробуем. Так вот, есть же какая-то щучья. А почему бы нет не попробовать ее? Но она же щучья, как бы, да. Поэтому будем что-то пробовать. Так, а вот и первый амурский, я так понимаю. Ага, тут у меня тоже поклевочка. Окей, я понял. Сейчас быстренько эту щучку достанем. Небольшую щучку. Да, два килограммчика. И давай смотреть, что у нас здесь. А у нас здесь прям, знаешь ли, с размотиком. Ну, ничего себе. Но я так полагаю, это все же амурский. Значит, амурский присутствует здесь. И это, на самом-то деле, не может не радовать, как бы, да? Так, только теперь бы этого друга достать. По-быстрому. Хотелось бы по-быстрому достать. Но, по всей видимости, придется немножко помучиться. Должен быть неплохой. Я думаю, килограмм на 15, может быть. Если бы я еще заказы в кафешке посмотрел, так вообще бы я молодец был. Но частенько бывает в заказах в кафе как раз-таки амур на 15 килограмм. Было бы здорово, если бы это был бы на 15 еще и заказ в кафешке. Вообще было бы круто прям. Давай, вроде, потихонечку. Потихонечку, тихо, тихо. Нет. Вроде, как показалось, уже все сдался. Но нет, еще все же. Есть, как говорится, порох в пороховнице в этой турбине. Сейчас мы его, я думаю, быстренько достанем. А, так нифига себе, это черный. Нет, мне, конечно, белый нужен. Нет, но от черного я вообще отказываться не хочу. Мы сейчас еще сделаем вот так вот разочек. У нас там счастливый час. Плюс, смотри, какой неплохой амурский. Прям 21 килограмм на старом оструге. 200 тысяч почти опыта. Если бы пахнул еще больше, было бы еще больше. Не, но это нормально, я вам скажу. Прям весьма нормально. Жалко, конечно, что не 29 и не 28. Но 21 килограмм черного амура поймать в счастливый час. Вы знаете, это... В плане опыта я сейчас имею в виду. Это очень-очень хорошо. Прям я счастлив. Здорово. Но как бы белый нужен. Ну, на самом-то деле, белый мне нужен только для так называемого турнира, который сегодня здесь состоится. А закрыть на старом оструге мне нужно как и белого, так, собственно, и черного. И черный, конечно же, в приоритете. А вы знаете, весьма уловистый воблер. Вот этот вот. На самом-то деле. Еще раз его покажу. Тимит. В принципе, клюет на него неплохо. Ну, конечно, окунь залетает частенько. Но... А так, в целом, щучки неплохие тоже попадаются. Проводки уже различные. Пробовал, как бы, и 21, смотри, почти 5 килограмм. На вот такой вот воблерок. Как я уже говорю, проводки разные пробовал. И с остановкой. И там 21 скорость ставил. И 16, и 35. Сейчас вообще вот делаю проводку 50 плюс shift, один оборот, пауза. И, как видите, тоже, в принципе, поклевочки случаются. Поэтому, блин, ну, мне на самом-то деле нравится ловить на этот воблер. Грубо говоря, считай, наверное, каждая проводка, вот, по крайней мере, до этой проводки у меня была с поклевкой. Сейчас что-то почему-то... Пока поклевочки... Ну, собственно, вот, пожалуйста, поклевка. Это, конечно, ничего интересного. Нет, ну, это, в принципе, окунь 699 грамм. Не так, конечно, рыбок, за которой якобы я пришел, но... Да ладно, не щука, пусть будет окунь. Конечно, такое себе сравнение, то ли щука, то ли окунь. Точнее, где щука, а где окунь, да? Вот, но, тем не менее, это не грустно. Для меня это, по крайней мере, не грустно, когда есть поклевки. Это круто. Так что можно пробовать. Кстати, я думаю, тут по-разному ловить и клевать, я все же думаю, будет. Я буду пробовать, наверное, экспериментировать, немножко разной скорости оставить. Трофейчик, к сожалению, утренний не залетел. Надеюсь, что вечерний все же залетит какой-нибудь там щучонок на 13 килограмм. Ну, это так, мечты, как бы, вот окунь, смотри. 1, 2, 2, 5. Хороший? Хороший окунь. Вполне себе. Кстати, как я уже говорил, окуня здесь на джик ловят, и можно будет, в принципе, попробовать на джик его здесь половить. Но, если нужен целенаправленно окунь, как бы, да? Давай, кстати, попробуем сделать одну проводочку на джик. Что из этого получится? Сейчас вот только достанем вот этого окушка. Такой нам не нужен. Так, это нам нужен векселар, собственно, да? Че у меня тут? Ну, в принципе, как-то так. Квикер 4,5. Давай попробуем. На квикер, может, что-нибудь клюнет. Ну, да, смотри, есть сразу первая поклевка. Вообще, как бы, судя по посту во ВКонтакте, здесь ловят на желтый поролон. Но, смотри, на квикер, как бы, красный. Окей, тоже какая-то поклевка только что первая была. Это окушок на 599 грамм. Попробую сделать пару проводочек. Просто, скажем так, ну, что тут понимать? Как бы вторая проводка. Буквально пару оборотов и очередной окушарик уже, собственно, есть. 640 грамм. Это вполне себе. Плюс еще, опять же, смотри, клюет амур. Не знаю, белый и черный, но это, скорее всего, клюет амур. Поэтому, блин. Шикарно на остроге сейчас, оказывается. Я вот вчера, когда создавал стрим, вчера же это было, позавчера, если кто помнит, нижнюю тунгуску. Я долго колебался. Либо пойти на острог, половить вот здесь амуров и т.д. и т.п. Либо пойти на тунгуску. Все же, в приоритете у меня тунгуска оказалась. Надо было, наверное, идти на острог, потому что весьма занятно, смотри. И щука ловится, и окунь клюет, как бы, да. И нет-нет, на кроповики поклевывают. А закрывать амуров мне нужно, потому что ни один из них еще у меня не закрыт. Зря я все же вчера сюда не сорвался. Ну, ничего, мы сегодня с вами здесь порыбачим. Порыбачим еще на стриме. Так что, как-то так, да. Пробуем красную поролоночку. Не знаю, что-то я верю в красный цвет, что все будет хорошо. Хотя, опять же, как уже говорил, ловят здесь на желтый. По скорости проводки у меня 39-ая стоит. Был на Ладоге сегодня, но не свезло. Вот. Так, ну, красный поролон пока. Пока молчит. Ну, как я уже говорю, к хорошему привыкаешь действительно быстро. Каждая проводка-поклевка была очень круто. И сейчас смотри уже, сколько сделал оборотов, нет поклевки. И все, короче, клев выключили. И все, как жить дальше, я не знаю. Как фармить? Самое главное, как фармить. Ну, что-то не захотел на красный поролон клевать. Кушарька нет. Смотри, кстати. Опа. Круто, здорово, приятно. 1,8 на красный поролончик. Не, ну, круто же. Я считаю, круто. Ну, несмотря на то, что как бы это окунь, да, он никакой ценности, наверное, не представляет из себя. Но это трофей. Это трофей, как бы это ни звучало, это очень здорово. Я люблю трофеев ловить. Не важно это. Для меня это, опять же, не важно. Карась там, пискарь или тот же окунь. Трофейную рыбу поймать всегда круто. Поэтому, честно говоря, я уж прямо рад, что я пришел на эти координаты и пытаюсь тут как-то разнообразить свою рыбалку. И не только, как бы я пытаюсь разнообразить свою рыбалку, но данные координаты в данный момент позволяют это делать. То есть, можно как бы и щук половить, и окуней, смотри, половить. Ну, конечно, карпы клюют посредственно. Грубо говоря, считай, вот, амур черный 1, 1 карась золотой, пару чешуйчатых. Все, как бы, да. Но, тем не менее, на спиннинг здесь, в принципе, неплохо. А если вы пришли рыбачить на спиннинг, и вы любите спиннинг, но вы так же ловите карповиками. Забросил карповики, и почему бы, собственно, и нет, да? Так что, действительно, сейчас круто на остроге. Вот оно. Сейчас я еще, наверное, сделаю пару проводочек, но уже на желтый все же. Да ладно. Да ты нахер, ни хера себе. 2 400. Вот это просто шик. Смотри, на красный поларолон клюет прямо вот под берегом здесь. А давай вот так попробуем. Ой. Смотри, почти даблкил, как бы. Айх, здорово. Честно, не ожидал. Я думал, это щучонок какой-нибудь будет, либо еще кто-то. И смотри, два трофея клюнули прямо вот тут под берегом. Здесь может быть какая-то ямка есть. Есть тоже поклевочка, кстати. Акушарик 324 грамма. Потому что был такой, как бы, момент на комаринке. Но, правда, на старой комаринке, даже стриме я там делал, там были такие одни координаты, где была вот небольшая, скажем так, ямочка. И окунь как раз-таки клевал из этой ямочки. Причем клевал достаточно активно. Если забрасываешь чуть дальше, как бы, клевого особого нет. Но если забрасывать непосредственно в эту яму, а там забрасывать буквально на 5-10%, окунь прям долбил нормально. Но трофейного, к сожалению, я так и не поймал. Ну, смотри, еще один. Ну, еще один. Не трофейный, конечно, но еще один. Ах, да, друзья, забыл, наверное, рассказать. Ловлю я на каролинскую оснастку. То есть, ну, сборочка. Сборочка у меня вот такая, и оснастка у меня каролинская. Ай, блин, что-то показалось, как будто там кто-то плюнул. А на самом-то деле нет никто. Ну, ладно, тут я вот уже читаю в чатике. Дэн подсказывает, что сегодня здесь тоже ловил. Но ловил на отводной поводок для ачивки. Блин, я что-то прям теперь задумался. Может быть, стоит попробовать на отводной поводок половить? Может быть, получится якобы эту ачивку, так называемую, сделать? Да я попробую. Только у меня очки вот не вброшены в отводной поводок. Но у меня как бы вексилар, где есть дропшот, техас, отводной поводок. Ай, джигрузило тут какое. Ну, я 7 грамм поставлю. Потому как я пробовал, ну, как я уже говорил, я спали и приехал. Да, с Куори. Но там ничего не вышло, как бы, поэтому. Поэтому, поэтому. Там у меня стоял, получается, груз тяжелый. Здесь тоже я поставил. Ну, не поставил, я как бы. Начал пробовать с тем грузом, который у меня был. 21, по-моему, грамм. И джиг-ступенька лично у меня не проходила. Да, пришлось понижать груза. И только тогда начала появляться джиг-ступенька. Ну, кстати, есть поклевочка. Ага, ну это щука. 500 грамм. Блин, зачем отпустил? Мне нужна такая щука для этого. А для чего? Для еды, короче. Ну, не только как бы щука. Мне, в принципе, нужна рыба от 500 грамм. Давай попробую немножко на отводной поводок. Блин, планы совсем поменялись. Кардинально с этим окунем. Собирался якобы щуку ловить. В итоге стою, блин, окуней пытаюсь ловить. Ну, опять же, сейчас полдень. Я не думаю, что щука прям сильно активна. Хотя, блин, ну щуку выгоднее гораздо ловить. В плане вот заработка щуку гораздо выгоднее ловить, чем вот таких вот окуней на 73 грамма. Тут как бы ежу понятно, да? Где, ну, два трофеечка такие неплохие. Ну, 1,8 как бы более стандартные. Вот 2,4. Это весьма такой достойный трофейный окунь. Хотелось бы, конечно, на 3 килограмма поймать. Но это как бы мечты. Так, друзья, на F11 скажу я вам, ну, печальненько на самом-то деле. Покидал-покидал и нет, на него практически не клюет. Вернулся обратно на этот прекрасный воблер. Тимит, как-то так он называется. Покупной воблер, если кто вдруг не в курсе. Ну, я на самом-то деле тоже был не в курсе, пока не нашел его в рыболовном магазине. Ну, вот на него щучка поклевывает как бы. А вот F11, ну, что-то у меня как бы слабоватенько. Но опять же, ловишь воблерами, много как бы все же все равно окуня попадается. Действительно очень много. Я все же предлагаю попробовать джерком половить. Как говорил, то вечером попробую джерк. С пингом мы уже половили с вами. Сейчас попробуем джерком. Так, 140-й. Крючки у меня здесь стоят 3-0. Давай попробуем. Скорость, что? Ну, я люблю на такой скорости, как бы на 50-й. Кто-то ловит, конечно, на 20-й, 10-й. Но мне больше нравится ловить на 50-й. Но если, конечно, клюет. Если не клюет, то уже начинаешь как бы что-то думать. Скорость там менять, шифтом пытаться. Либо еще что-то. Хотя, опять же, это не точно. Но господа спиннингисты говорят, что как раз-таки воблеры Ну и, собственно, джерки F-серии Нужно делать более медленные проводки, нежели эски. Честно говоря, не знаю. Возможно, это так. Если есть среди смотрящих спиннингисты, Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот это интересно, я вам скажу, поклевочка. Не трофейная, конечно. Но интересно. Время 19.13. А карп вообще не клюет. Ну, ни карп, ни амур, я имею в виду. Прям вообще что-то глухо. Я на самом-то деле изначально рассчитывал половить карпа амура здесь. А по факту ловлю щуку с окунем. Немножко другую рыбу приходится ловить, потому что карп не клюет. Смотри, неплохая щучка. Не трофейная, конечно, но неплохая. Достаточно хорошая. Десяточка. Десяточка. Вполне себе. По проводке. 22 скорость. Равномерная проводка. И вот такими вот движениями. Короче, вот так вот она клюнула. Так, ну что, друзья. Я, получается, рыбачу 1 час 2 минуты. Я предлагаю все же сделать еще одну проводочку. Но блэк эдишеном, то есть воблером... Ручком хотел сказать. Нет, не блэк эдишеном. Вру. В общем, вот таким вот тимит воблером. Как бы будет поклевка окей. Не будет поклевки. Ну и ладно. И идем, наверное, рыбу сдавать. Потому что уже почти полночь. С карпами, с амурами здесь очень грустно. Вот. А щука ночью не клюет. Поэтому особого смысла рыбачья здесь не вижу. Сейчас как бы... Сделаю проводочку. Да-да, нет-нет. И пойду отсюда. Так что... Ну, по всей видимости, проводочка тоже будет холостая. Да ладно. Ну, нет. А, нет. Все же окунь, наверное, нет. Маленькая щучка на 300 грамм. Ладно. Вот так вот со дочком выглядит. Два трофеечка. Но это окуни, как бы это не щуки. Есть немножко щук. Есть немножко окуней. Пойдем сдавать, смотреть, что это выйдет по деньгам. Ну, я не знаю, честно говоря, мне кажется, монет 200, точно 300 должно быть. Но я, по крайней мере, на это рассчитываю. Потому что, ну, вроде и щучки есть неплохие. И амур, как бы, неплохой. Трофейные окуни, не знаю. Одет, наверное, по 15-20 будут. Поэтому на большущие фармы рассчитывать не стоит. Но есть еще такой момент, что стоит заглянуть в кафе. Быть может, в кафешке как раз-таки будут какие-нибудь интересные заказы. Сейчас посмотрим. По щукам, в принципе, я могу что-нибудь выполнить. По остальным рыбам, к сожалению. К сожалению, нет. Головль, густера. Амур белый. У меня, к сожалению, нет белого. Так бы 30 монет можно было бы получить. Есть один карп на 30 монет. Это здорово. 8 окуней. 1 окунь, смотри. А сколько 24 окунь, кстати, будет стоить. Давай посмотрим. Просто интересно. 12 монет даже. А это 16. Ну, как-то так. То есть, немножко дороже. Ладно, давай продаем тогда. Не, ну, продавал бы я его в любом случае. Просто хотел сказать, сколько стоит. 33 монетки еще. Хорошо. 63 монеты уже есть. 8 штук. И я и 8 штук могу стать на 30 монет. Так, сколько выделил? 7. Еще одного. Сейчас всю рыбу в кафе сдам, короче. 90 монет. Ну, это достойно. А был бы еще один Амурчик хотя бы. Было бы вообще прям круто. Но, тем не менее, 93 монеты, да, или сколько? Ну, давай, грубо говоря, 90 монет. Округлим в худшую сторону. Вот. И получается здесь еще на 330 монет, да? Итого, 400 плюс монет в час. Для Астрога, мне кажется, это хорошо. Опять же, с учетом того, что, ну, Амур там не клюет практически. Не знаю, может, нужно подбирать какую-нибудь другую наживку. Другие бойлы и так далее и тому подобное. Но, по крайней мере, на клубнику. Ну, окей, вот. Один черный клюнул. Пару карпов. От трешки, да? Да, пару как раз одного сдал, один остался. И один карп до 3 килограмм. Все. Как бы все. Мне интересно, вот сколько окуни. 50 монет всего. Ну, я еще 8-9 штук, получается, продал. Щучка, конечно, дала себе знать. 200 монеточек. Причем, смотри, опять же, по поводу щуки. Дай покажу. Чтобы вы понимали. Щука тимит. Тимит. В общем, короче, ребят, все тимит. За исключением вот этой щуки на 10 килограмм. Это было поймано на джерк. Ну, пару штук, да, на джерк, конечно, были пойманы. Все. В основном один тимит. Блин. Ну, мне понравилась рыбалка. Мне понравилось, честно. 420 монет за час для срока, это хорошо. Так что, в принципе, можно прийти, половить щучку. Да и, наверное, половить окуней. Тем более, они клюют, трофейные клюют. Лично у меня на красный поролон. Я пробовал ловить на желтый. У меня почему-то на желтый практически не клевало. Ну, не знаю. У меня вот на красный поролон клюет. И я поймал пару трофеев, что как бы не может не радовать. Я все же на точке останусь. Пока монтирую там фоновая рыбалка, скажем так. Клюет. Хорошо. А не клюет. Без разницы. А потом, может быть, я нет-нет, точка от меня отдохнет. Так я еще попробую на королинку. Ой, на королинку. На отводной поводок. Половить здесь этого окуня. Для какой-то там ачивки. Так, ну я все же закину, да, еще одну. Ну, здесь, в принципе, тоже собрано. Так что. А, только. Только ПВА нужно было потратить раньше времени. Вот. И все будет как бы хорошо. Ладно, друзья. Буду с вами прощаться. Вот. Если понравился ролик, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. А с вами был Дриллер Русской Рыбалка 4. Всем до скорых встреч, друзья. И трофейной вам поклевки.